Любое проектирование начинается с идеи. Какой дом человек хочет, какие задачи он решает, сколько человек будет проживать, есть ли животные. Любой проект должен быть привязан к земельному участку. Мы не можем построить на маленьком земельном участке большой дом, то есть есть определенные нормы строительства. Называется коэффициент плотности застройки. Нужно понимать, захочет ли заказчик в будущем на земельном участке увидеть баню, барбекю, какую-то кухню, бассейн, детскую площадку, гараж, хоз постройки, грядки. Это все можно оформить на этапе эскизного проектирования. Пределиться желательно заранее, то есть это каркасная технология строительства, это теплая керамика или это газобетон. Дома внешне могут выглядеть одинаково, то есть отделочные материалы для фасадов могут скрывать дом и из чего он построен, этого не видно. Так у нас рождается первый этап, первый раздел проектирования это архитектурные решения. Начинается естественно все с планировочного решения, то есть подбирается количество комнат, количество помещений, их назначение и так далее. Но второй вопрос это естественно этажность здания. Дальше мы переходим к фасадам, как будет выглядеть дом снаружи. Вы уже понимаете, что это объемный вопрос. Иногда очень быстро решаются вопросы, иногда за две-три недели рождается проект. Бывают такие случаи, что затягиваются проекты, потому что сами объекты очень сложные. Рельеф необычный, не плоская земля, а с большим уклоном к реке. Здания большие 400-500-600 квадратных метров, очень много помещений, комнат и так далее. То есть сам поиск идеи может занять очень много времени. Нужно перетасовать помещение, нарисовать полностью план, посадить туда второй этаж и в итоге мы увидим здание, которое непривлекательно снаружи. Сложно будет обыграть такое здание или достаточно сложная кровельная система крыш и заказчик говорит, давайте начнем все заново. Некоторые заказчики даже обучаются программам проектирования, скачивают такую же программу и начинают вместе с нами проектировать, вместе с нашими архитекторами и проектировщиками. Дотошно, то есть они рассматривают каждую комнату, каждый узел, угол. В принципе, ничего плохого в этом нет. Каждому человеку мы ищем индивидуальный подход. От этого будет зависеть срок проектирования. Когда он доходит, честно сказать, и 3 и даже есть случаи, когда 4 месяца выполняется проект. То есть здесь множество факторов влияет на сроки. Я бы отметил еще здесь, на этапе проектирования очень важно, чтобы у заказчика уже был земельный участок. Либо он хотя бы был подобран, то есть уже было представление, на каком земельном участке будет в дальнейшем построен дом. Это важное замечание. Это очень важно. Важное замечание, потому что часто не только на нашем сайте, да, множество проектов, множество, есть много сайтов, на которых есть огромное количество проектов. Заказчику нравится он визуально вроде, да, и планировка нравится, но посадив его на конкретно ваш участок мы сталкиваемся с кучей проблем, с кучей задач, которые нужно решить. Начиная со сторон света, то есть ваша спальня окажется на севере или гостиная, а котельная на юге. То есть это очень невыгодное положение. То есть нужно будет отзеркалить, повернуть дом и так далее. Банально он может не влезть на ваш участок. С какой стороны въезд на участок и так далее. То есть нужно привязывать проект под конкретную задачу. Взяв любой проект с любого сайта, его все равно придется немного адаптировать под конкретную локацию, под конкретный земельный участок. И здесь часто заказчики пытаются нас переубедить и говорить, что давайте сделаем сначала проект, а потом я найду землю и мы как-то впишем. Но зачастую оказывается, что приходится делать корректировки или новый проект. Такие корректировки, по сути, это уже новый проект. Ну конечно, если дом вытянутая форма, а участок маленький и прямоугольный, то вписать его туда невозможно. И приходится полностью переделывать проект, это равносильно новому проекту. Поэтому стоит задуматься на этапе подготовки о земельном участке. То есть на какой земле я планирую построить дом, в какой локации, какой формы будет земельный участок. Еще бы хотел отметить такой нюанс, немаловажный. Мы требуем от заказчика, чтобы заказчик заказал геологию, отчеты о геологических изысканиях, чтобы понимать, какая несущая способность грунта, какой уровень грунтовых вод, ну и в целом кислотность грунта и так далее. Потому что это будет влиять на выбор типа фундамента. И конечно же, если есть перепад по уровню, значительные, более 10%, то рекомендуем делать то по съемку. А так в рамках договора проектирования, мы конечно же, наши инженеры делают выезд на участок. Если простой рельеф, да, небольшой уклон до 10%. Если сложный участок, перепад в разные стороны может быть уклон, какой-то холм, выемка грунта. То есть любой проект придется адаптировать или изначально разрабатывать под конкретный рельеф. А также Александр правильно заметил, что проектирование фундамента, это очень важная, очень важный этап проектирования. И любой дом садится на фундамент, на конкретный грунт. То есть мы не проектируем и не строим свои дома без геологических изысканий. Цена на данный момент 2023 год. Цена везде фиксированная у организаций. И составляет она 30-40 тысяч. 30-40 тысяч. Получаете отчет, приезжают, бурят скважины в пятне застройки. Это три скважины глубиной примерно 8-10 метров. И потом лабораторные испытания. То есть то, что достают грунт шнеком, его отправляют в лабораторию. Там нам говорят водонасыщенность грунта, что это за грунт. А мы уже, как специалисты, выбираем, какой тип фундамента нужен для этого грунта. Для чего это нужно? В первую очередь для безопасности. То есть нам нужно построить дом, который будет стоять на фундаменте, не будут трескаться стены, заваливаться и так далее, проседать. Второе, это банальная экономия средств. То есть залить груду бетона в землю, максимально переусилив фундамент, залить туда 50-100 кубов под дом 100 квадратов, это расточительство и так делать не стоит. Фундамент очень дорогой этап строительства и занимает от 10 даже до 30 процентов стоимости теплого контура. По штате заказчики часто говорят, вот 30-40 тысяч, дополнительные расходы, я об этом не думал. На самом деле заказчик может сэкономить на фундаменте 300-400 тысяч, легко и больше. Когда он сделал геологию и можно заложить базовые нагрузки в допусках и сэкономить на фундаменте значительную часть средств. Конечно. А Паш, в какой момент вообще геологию надо делать? Как купили участок, прикинули какой дом нужен, все равно по площади. Посадить дом надо на участок, в какой части участка бурить. То есть 10 метров от участка или на соседнем участке геология может отличаться. Нашим заказчикам мы предоставляем план, схему расположения дома на земельном участке. То есть вы нам даете кадастровый номер вашего участка, наши инженеры садят дом на участок с учетом сторон света и вообще. Также эта схема пригодится потом при подаче уведомлений на разрешение на строительство. С нами заказчики сокращают вот этот подготовительный период, потому что многие моменты мы наперед подсказываем и параллельно сразу же, вот Павел сказал, что мы посадили дом на участок, можно уже геологию заказать, можно уже подать уведомление о планируемом строительстве. Дальше второй этап проектирования это конструктивные решения. Этот этап очень важен для того, чтобы понять сколько материалов понадобится для строительства, какие-то материалы. Проектно-сметный отдел может подготовить только локальную смету. То есть мы не знаем. То есть коммерческое предложение сделать? Ну сделать коммерческое предложение локальную смету, которая после разработки конструктивного решения может несколько там корректироваться. Там уже будет вся спецификация, материалы, толщины, высоты, там все будет уже четко заложено, прописано, весь конструктив и мы уже детальную подробную смету готовим, которая впоследствии уже и банку будет предоставлена вместе с проектом. Да, по этому проекту вы как заказчик можете контролировать исполнительный работ, то есть там прорисованы все узлы, армирование, если это железобетонные конструкции, кладки газоблока, порядовки, если же это каркасное домостроение, то есть все щиты, укосины и так далее, утепление, последовательность пленок, то есть самые важные моменты вы можете контролировать. У вас есть проект, даже не будучи специалистом можно открыть страницу или попросить даже прораба или наш технадзор, который уезжает туда, а покажите мне вот как этот узел должен, как здесь должно быть утепление и какая последовательность укладки пленок или тех и иных материалов. То есть конструктивный проект нужен для того, чтобы строить дом и контролировать строительство, а также иметь полное понимание о всех затратах, о стоимости материалов и работ. Третий этап проектирования, раз уж мы затронули тему проектирования, это инженерные коммуникации, самые важные это водоснабжение, это отопление, вентиляция, электроснабжение и канализация. Это самое важное, также есть еще слаботочные, это Wi-Fi, система видеонаблюдения, электроворота, домофон и другие слаботочные коммуникации. На самые важные мы разрабатываем проекты, системы отопления мы различные предлагаем заказчику, есть классические системы отопления, есть различные еще варианты, мы подскажем какие лучше подходят, на каких можно сэкономить деньги. Очень часто система отопления и толщины стен, утепления, энергоэффективность вообще всего дома зависит от энергоресурсов, которыми обеспечен участок. Если же там у вас предполагается газ, то есть по границе проходит газ, вы его сможете подключить и дом большой, то это один вид утепления, конструктивных решений и так далее. Если же у вас только электричеством будет снабжаться, тут уже множество нюансов. От того, сколько выделено на участок киловатт, от этого будет зависеть и толщины стен, и выбор оборудования, и сами системы, приборы отопления.